Астрология Сегодня в нашей программе вы увидите Причиной гибели истребителя стала летающая тарелка Увидела венки, несут венки, и все это И сказали, что какой-то летчик погиб НЛО наблюдали жители целого поселка в Крыму Он пришел днем, пролетел по всей долине Кто снабжает политиков новыми технологиями? Отдел исследования внеземной жизни Очень тесно связан с британским правительством Скоро ли человечество сможет покорять соседние планеты? Эти шокирующие кадры сняты в конце марта 2018 года Жители Донецка, Луганска, Горловки, Одессы И еще целого ряда городов Не поверили своим глазам Белый снег на несколько километров вокруг Внезапно окрасился в желтый цвет Метеорологи поспешили успокоить людей Мол, виной всему аномальный ветер Который через все море перенес пыль с далекой Сахары Но ученые вспомнили пространное пророчество Которое было документально зафиксировано в начале прошлого века Тогда его никто не понял Известный ясновидящий из Баварии Алоис Ирлмайер говорил, что Третья мировая война Начнется после того, как некий желтый порошок Окрасит побережье море Всегда ли сбываются предсказания? И можно ли найти способ изменить фатальное будущее? В марте в американской прессе появилась информация О рассекреченном инциденте, который произошел в небе США Спустя пять месяцев в Пентагоне подтвердили Что 25 октября 2017 года Во Флориде по тревоге было поднято звено истребителей «Файтер» В небе был замечен объект белого цвета Который на огромной скорости двигался вдоль побережья Пилоты четко видели его перед собой Однако догнать так и не смогли А НЛО совершил резкий поворот на север После чего пропал с радаров Но самое невероятное не это Когда исследователи подняли архивы Они обнаружили, что точно такой же объект Был снят на кинопленку На территории Туркмении В 1986 году Тогда система ПВО 217-го авиационного полка На авиабазе Кизил-Арват Заметила сферический объект Он летел вдоль побережья Каспийского моря На высоте 2000 метров И направлялся к госгранице На запросы не отвечал В воздух были подняты два истребителя Но все попытки сбить НЛО провалились Более того, когда по объекту начали стрелять Он резко снизился до 100 метров над землей В погоне за летающей тарелкой Один из истребителей потерпел крушение Юлия Свади Хатра хорошо помнит похороны пилота в небольшом военном городке Каракал Я увидела венки, несут венки и все это И сказали, что какой-то летчик погиб Что самолет погиб Самолет упал или что-то произошло И фотография была этого летчика и все это В то время Юлия жила в Москве А в Туркмении оказалась в командировке В тот день, когда разбился советский истребитель С ней произошли самые загадочные события в ее жизни Ночью меня, так сказать, похитили инопланетяне Я оказалась в инопланетном корабле Это длинная такая была капсула Там сидело несколько инопланетян и несколько людей И они разговаривали телепатически И вот этот человек, который там был Он был всего метр тридцать ростом Он сказал, что он человек из будущего Он сказал, что это я из будущего Пришелец продемонстрировал, как может перемещаться в пространстве его корабль За одно мгновение он переместился из Туркмении в Москву Юлия увидела город с высоты птичьего полета Пронеслась над Новым Арбатом Я даже видела, где ресторан Прага и министерство, наше военное министерство Я видела людей, как они ходят Очень-очень быстро А потом они меня привезли, я не знаю, какая это была страна В подземную базу И в подземной базе там был большой кристалл сиреневого цвета Горобойка на Крымском полуострове Малодоступное место посреди Айпетрийской гриды Которая отделяет полуостров от Черного моря На ее вершине исследователи обнаружили каменные лабиринты, возраст которых превышает 10 тысяч лет Деревья здесь почему-то закручиваются в невероятные спирали По ночам местные жители часто наблюдают на вершине горы необычные свечения А НЛО периодически вылетают прямо из ее недр Он пришел днем, пролетел по всей долине Тут просто вся долина, ну, как сказать, два месяца рот закрыть не могли Просто бахи были Она совершенно бесшумная, проплыла по над долиной Развернулась напротив горы, всосалась Ну, гора заребила, но всосалась Несколько лет назад, во время экспедиции на гору Бойка В шестиметровой пробоине был обнаружен вот этот уникальный артефакт Фрагмент древнего кристалла Исследователи доказали, что такого материала нет больше нигде на нашей планете Вот этому стеклу где-то 200-250 лет Это, ну, бутылочка есть под каких-то, видимо, благовоний После контакта с землей стекло начинает расщелачиваться, разлагаться Вот, а вот эта белеслость, она проникает на большую глубину И, по сути, как говорится, невыводима Это разрушение стекла На этом стекле ничего подобного нет Возможно, этот осколок из того же материала, что и кристалл, который показывал Юлией на подземной базе пришелец Он рассказал, что в погибшей Атлантиде кристаллы служили главным источником энергии После планетарной войны, которая случилась на Земле 14 тысяч лет назад Большинство кристаллов было уничтожено Оставшиеся до сих пор используются инопланетянами для подзарядки своих кораблей Атлантида была в Средиземном море Она была затоплена примерно там 14 тысяч лет назад Цивилизация, которая пришла на Землю из созвездия драконов, рептилий Они затопили эту цивилизацию Неужели древний кристалл Атлантов находится в недрах горы Бойко? После посещения подземной базы корабль пришельцев с Юлией на борту вновь оказался в Каракале А на следующий день женщина узнала о разбившемся Миге и погибшем пилоте Тогда этому совпадению она не придала никакого значения А 10 лет спустя уже в Канаде ей принесли посылку, завернутую в газету на русском языке Я увидела в этой газете рассказ о том, что в тот день, когда со мной все это произошло Два самолета-перехватчика взлетели с этой базы И они пытались атаковать это НЛО И один из них самолет погиб Юля показывает нам рисунок, сделанный ею сразу же по возвращении из корабля На нем изображен хозяин инопланетного корабля Он достаточно уже старый, выглядит этот рисунок И на этом рисунке я нарисовала вот этого человека из будущего Все это можно считать простой фантазией Но сегодня о контактах с пришельцами говорят уже на самом высоком уровне Известный британский политик и исследователь внеземных цивилизаций Саймон Паркс утверждает Инопланетяне ведут переговоры с правительствами некоторых государств Отдел исследования внеземной жизни очень тесно связан с британским правительством Американским правительством и разведывательной сетью Это то, во что я был вовлечен с самого детства Паркс утверждает, что лично присутствовал на секретных военных базах Где происходят регулярные контакты пришельцев с сотрудниками спецслужб С древних времен Земля контролируется инопланетным разумом Причем не одной, а несколькими внеземными цивилизациями По словам Саймона Паркса, Землю как сферу влияния рассматривают 4 группы пришельцев Соответственно, у человечества существует 4 варианта будущего От ядерной войны до перехода на принципиально новый уровень существования Сотрудничество правительств ведущих мировых держав с внеземными цивилизациями Уже привело к тому, что человечеству стали доступны невероятные технологии Считает наш эксперт Путешествие во времени уже возможно Это возможно сейчас для кого-то с очень продвинутой технологией Прийти в эту комнату, взять что-нибудь, подержать это у себя неделю И вернуть нам через минуту после того, как они нас взяли У спецслужб технология, с которой это доступно Но не надо забывать, что такие инопланетные технологии, как машины времени Представляют серьезную опасность для землян Об этом говорят трагические итоги целого ряда экспериментов Которые, по утверждению экспертов, спецслужбы нескольких государств проводят уже много лет Исследовательское судно «Любовь Орлова» по мнению исследователей Стало жертвой невероятного эксперимента По официальным данным, 23 января 2013 года Его отправили на буксире из Канады в Доминиканскую республику По дороге буксировочный трос лопнул А судно вместе с десятком доминиканцев бесследно исчезло Искали несколько месяцев Комиссия пришла к заключению, что корабль затонул, а экипаж погиб Однако спустя еще несколько месяцев «Любовь Орлова» нашлась у берегов Ирландии О чем немедленно доложили военные На запросы корабль не отвечал Пока решали, что делать «Любовь Орлова» на глазах десятков солдат и офицеров пошла на дно А в начале 2018 года Сигналы бедствия с этого же судна Запеленговали уже российские моряки Оказалось, что утонувший корабль, как ни в чем не бывало, дрейфует в Атлантике Эта история напоминает эксперименты Николы Теслы Ученый пытался переместить знаменитый американский эсминец Элдридж во времени Корабль сначала исчез, а потом внезапно появился в другом месте Тогда из 181 члены экипажа вернулись назад только 21 27 человек в буквальном смысле стали частью конструкции корабля 13 умерли от облучения, остальные просто пропали без вести Неужели кто-то сегодня проводит опыты с машиной времени? Как бы то ни было, судьба экипажа Любови Орловой неизвестна до сих пор Как, впрочем, и судьба 44 подводников с аргентинской подводной лодки Сан-Хуан 15 ноября 2017 года она вышла с базы Ушуайя в Мар-дель-Плата И бесследно исчезла в Атлантическом океане На поиски субмарины были направлены лучшие спасательные силы Британии, США, России И еще почти десятка стран проверены сотни квадратных километров дна Никаких следов 8 марта 2014 года 239 человек вылетели из Куала-Лумпура в Пекин Следов этого самолета не обнаружено Неужели они тоже стали жертвами экспериментов, связанных с перемещением во времени? Если это действительно так, то можно смело сделать шокирующий вывод Путешествия в машине времени чрезвычайно опасны К тому же получать информацию из будущего человек может гораздо проще Психотехники, которые вводят сознание в измененное состояние То есть там начинают преобладать определенные ритмы мозга При которых идет восприятие более тонкой информации Не той, к которой мы привыкли Звуки, цвет, тактильные и так далее А некая более тонкая информация, которую мы воспринимаем во сне, например При внушении и так далее Вот если войти в такое состояние, то вероятность получения информации из будущего значительно выше Для сотрудников лаборатории интегральных биоинформационных технологий Вход в иное состояние сознания – дело техники Для этого здесь используют открытие знаменитого советского астрофизика Николая Козырева Ученый несколько десятилетий изучал природу времени Ну, во-первых, он говорил, что время распространяется по Вселенной мгновенно Во-вторых, он говорил, что оно способно отражаться, накапливаться, фокусироваться Сейчас вы станете свидетелями уникального эксперимента При помощи вот этих установок можно заглянуть в будущее Техника устроена так, что человек внутри полностью закрыт от всех электромагнитных полей При этом вокруг него происходит концентрация поля, которое Козырев называл энергией времени Подобную технологию еще в 16 веке использовал знаменитый пророк Мишель Настрадамус Он садился в огромную медную чашу Эта чаша, в которой находилась, являлась такой, можно сказать, антенной параболической Которая усиливала его подключение к так называемому информационному полю Земли И вот находясь в таком состоянии некого транса, еще усиливая вот это явление с помощью вот таких приспособлений Он мог в трансовом состоянии испытывать некие видения, которые он вот в Катренах в дальнейшем зашифровывал Видения о будущем Задача сегодняшнего эксперимента – увидеть будущее Для этого каждый участник должен провести не менее часа в одной из установок Получилось увидеть некие сюжеты, скажем, связанные с Соединенными Штатами Америки Это возможное падение фондового рынка на Нью-Йоркской бирже Второе событие, которое было дано во время этого сеанса Это тоже возможное крушение каких-то самолетов на Ближнем Востоке И третье событие, ну это, в общем-то, касается больше Москвы Вот есть такой район, Бирюлево-Товарное Возможно, какие-то волнения в этом районе На вопрос, как это происходит, участники эксперимента отвечают всегда одинаково Нам показали Человек внутри установки впадает в состояние, подобное медитации После этого перед его глазами начинают возникать многочисленные картины При этом, кто показывает картины, ученые сами сказать не могут Ощущения внутри зеркал Козырева-Казначаева экспериментаторы сравнивают с 3D-кинотеатром Буквально вот показывают объемные сюжеты Сначала один, вернее, даже не один, второй, третий А вот это так, вот, допустим, я сейчас сижу вот в этом яйце И справа один сюжет, слева второй, сверху третий А мое внимание сначала направляется сюда, потом наверх, потом сюда А все это происходит как бы одновременно Если во время бодрствования мы воспринимаем события последовательно То в измененном состоянии сознания наш мозг не связан какими-либо временными рамками Поэтому он может обрабатывать одновременно множество потоков информации Самое сложное – ухватиться за конкретные изображения и осознать его связь с заданным вопросом Подобную череду образов большинство людей наблюдают во время фазы быстрого сна Сегодня установлено, что во сне мозг не перестает работать А некоторые его зоны наибольшую активность проявляют именно во сне Спящий человек видит образы, слышит звуки, ощущает запахи и прикосновения Ученые уверены, так мы получаем доступ в информационное пространство Вселенной В ведической литературе говорится, что во время сна душа человека может даже покидать его тело Совершать какие-то путешествия в какие-то другие миры, называемые так называемые астральные путешествия Встречаться с другими сущностями, может быть даже с родственниками своими С их душами, иметь некие беседы, некое взаимодействие Получать информацию о будущем, о событиях Главная проблема в том, что человек плохо запоминает сны Проснувшись, мы никак не можем вспомнить подробности Или отделить одно видение от другого Но то, что происходит в зеркалах Козырева-Казначеева, не сон И об этом говорят приборы Бета-ритмы, которые в определенном смысле отвечают за запоминание, за память Они не отключаются Вот во сне они отключаются, и мы не можем вспомнить, что мы видели Максимум последний сон, да? А в зеркалах люди, которые вроде бы говорят, да я, наверное, спал Но они полностью рассказывают все, что они видели Интересно, что в таких странах, как Великобритания и США К пророчествам относятся вполне серьезно Существуют даже государственные организации, которые занимаются сбором информации о снах, предвидениях и предсказаниях Это бюро формирует некие программы, предупреждающие те или иные катастрофы, события Определенные рекомендации для правительственных органов В Великобритании бюро прогнозов было создано сразу после страшной трагедии Ученики начальной школы маленького шахтерского поселка Аберфан в Южном Уэльсе В 1966 году видели один и тот же сон В нем их школа погружалась в черную бездну А через несколько дней гигантский оползень Гора угольного шлака на огромной скорости сошла вниз и похоронила под собой здание Погибли 116 детей и 28 взрослых В Америке федеральное бюро предчувствий появилось вскоре после убийства Роберта Кеннеди Ясновидящий Алан Воген увидел картину трагедии за три месяца Он трижды письменно предупреждал власти в деталях, описав место и способ покушения Однако ему никто не поверил 6 июня 1968 года в Калифорнии Роберт Кеннеди был убит двумя выстрелами в голову С тех пор специальное бюро ежегодно собирает информацию о вещах, снах и предсказаниях Сотрудники бюро доподлинно установили, что в транспортных катастрофах Произошедших с поездами и самолетами, как правило, оказывается пассажиров меньше, чем ожидалось Люди либо опаздывали на рейс, либо вовсе не являлись, как будто предчувствуя катастрофу Эта трагедия шокировала всю страну 25 марта во время пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека Большинство из них дети, которые воскресным днём пришли отдохнуть в детский развлекательный центр И посмотреть мультик в кинотеатре По последним данным погиб 41 ребёнок Можно ли было предотвратить трагедию? Если проанализировать пророчества за последние 10 лет, то можно найти упоминание об этом страшном пожаре ещё в 2012 году Иранский ясновидящий Махсен Нарузи, волею судьбы, оказавшись в Кузбассе, предупреждал о возможной гибели большого числа людей в крупном здании Где веселье закончится трагедией Неужели предвидеть будущее возможно? И если это так, то почему никто серьёзно не относится к предсказаниям? Возможно, эти таинственные знания помогли бы спасти сотни жизней И ещё один факт В соцсетях можно найти десятки постов людей, которые в этот день должны были оказаться среди посетителей зимней вишни Но из-за плохого предчувствия или случайности оказались в другом месте Что это? Совпадение? Результаты последних исследований заставляют думать, что нет Сенсационную информацию опубликовали нейрофизиологи из Университета Вашингтона Они обнаружили у человека участок мозга, который отвечает за предвидения Добровольцам показывали видеоролики с разными событиями повседневной жизни В какой-то момент фильм останавливали и спрашивали участников, что произойдёт на экране в следующие несколько секунд Параллельно мозг добровольцев сканировался методом магнитно-резонансной томографии Результат опытов оказался сенсационным Более 80% участников точно описывали дальнейшие события При этом у всех активизировались одни и те же участки среднего мозга Чёрное вещество и полосатое тело Именно эти зоны наиболее развиты у людей, обладающих даром предвидения Но главный вывод учёных заключается в том, что пророком может быть абсолютно каждый человек Мешает только привычка рационально мыслить, которая подавляет наши предчувствия Известный парапсихолог Юрий Вяльба на своём опыте убедился Даром ясновидения обладает каждый Более того, эту способность человечество может и должно развивать Есть в трансном состоянии некие возможности подключения психики человека к некому информационному полю Так называемые хроники Акаши называются на Востоке И человек может видеть какие-то события своей жизни, будущее предсказывать Способы развития ясновидения известны с древних времён Самый простой из них — это перевод психики человека в особое состояние сознания Например, в Тибете никого не удивляет, когда посвящённый лама впадает в транс И считывает информацию из информационного поля Переход в состояние медитации — известная техника многих школ единоборств, йоги и оздоровительных методик Все они также позволяют смотреть сквозь время Простым смертным помогает гипноз Перед вами кадры уникального эксперимента В кресле перед гипнотизёром — известный писатель Борис Пономарёв Сейчас он перемещается в будущее Голова лёгкая, нервсомая, полая, пустая По мере исчезновения и растворения головы в туман Вы погружаетесь в гипнотическое состояние В 2021 год туман рассеивается, исчезает Как будто я на Воробьёвых горах Смотровая площадка А дальше начинаются вот эти вот путепроводы Я вижу, что между ними летают Это, наверное, беспилотники маленькие А это уже кадры нашей реальности Перед вами публичная демонстрация Летающего военного бота Размером всего в 3 сантиметра Посмотрите, на что он способен На борту такого летающего убийцы Может находиться до 10 граммов взрывчатки Этого достаточно для гарантированного устранения Живой силы, пробивания стёкол и даже нетолстых стяг У этого миниатюрного аппарата, да, у него есть свой собственный интеллект У него есть двухъядерный процессор Который может не просто обеспечивать свою собственную работу Но также работать в группе И при необходимости, в принципе, взламывать и других дронов И транслировать ему свою волю В ночь с 5 на 6 января 2018 года Российская авиабаза в Сирии Хмеймим Подверглась нападению с воздуха Изначально говорилось, что при помощи самодельных летательных аппаратов Террористы смогли уничтожить несколько самолётов и вертолётов Позже Министерство обороны уточнило Что российская авиатехника не пострадала А атаку удалось отбить В налёте участвовало 10 беспилотных аппаратов 7 из них уничтожили, а 3 в целости захватили в плен Вот тут-то и выяснилась интересная деталь Данные беспилотные летательные аппараты Являются продуктом промышленности Одного высокотехнологичного государства Конкретно какого? США Там использовался определённый полётный контроллер Пикс Хог, версия 2, которых очень-очень мало Не просто в мире Ну, у нас в стране практически их нет Очень высокоэффективный программный код Получается, что с помощью боевиков Американцы испытали на нашей базе в Сирии Новый вид высокоточного оружия Оружия будущего Но ведь именно эту технологию в 2021 году В состоянии транса наблюдал Борис Пономарёв Вот я сегодня, когда видел Москву Я говорил, что летают беспилотники какие-то Я их так назвал Это вот мне показалось, что это вот эти вот Маленькие такие летающие аппараты Которые управляются из какого-то одного центра Для современных программистов Управление большим количеством летательных аппаратов Из одного центра – самая главная задача Не так давно появилось даже специальное понятие Рой дронов Несколько лет назад такое невозможно было себе представить Это кадры подготовки к церемонии открытия Последней зимней Олимпиады в Корее Одновременно в небе находятся 1218 летающих роботов Это облако машин способно мгновенно менять своё очертание Становясь то лыжником, то скейтбордистом Или превращаясь в олимпийские кольца Маленькие летающие компьютеры Обладающие высоченной вычислительной мощью В руках военных это целая армия надёжных бойцов Вы моделируете разные ситуации Заливаете их в тело То бишь в планер беспилотного летательного аппарата И готово У вас уже боец с опытом Всех тех предыдущих, которые применялись до этого Например, один дрон оснащён тепловизором Он вычисляет положение живой силы противника И передаёт координаты дроном-убийцам Другая группа в реальном времени строит 3D-модель объекта И сообщает её остальным Третья взламывает систему связи и управления Войску таких маленьких боевых вертолётов Можно поручить, к примеру, захват крупной военной базы Ликвидация живой силы Причём персонифицирована Также обеспечение функции радиоэлектронной борьбы Обеспечение полностью отключения вообще всей инфраструктуры Напомним, что январская атака американского роя дронов На российскую авиабазу в Сирии провалилась Но это говорит лишь о том, что пророчества о войнах С использованием летающих роботов уже начинают сбываться И то, что Россия готовит свою армию подобных аппаратов Тоже факт Больше тысячи дронов Мы можем спокойно координировать Они будут выстраиваться, допустим, в нужные нам фигуры Либо выполнять, опять-таки, какую-либо разведку Либо давать нам данные об окружающей среде Эти эксклюзивные кадры мы сняли в 2013 году С начала августа вся Россия следила за развитием Самой масштабной трагедии в истории Дальнего Востока Уровень воды в Амуре тогда поднялся на полтора метра Выше всех исторических максимумов Затопило более трех тысяч жилых домов С населением около 35 тысяч человек Многие поселки превратились в моря В соседнем Китае 840 тысяч человек осталось без жилья 84 человека погибло Больше сотни пропавших без вести Вот так выглядела река Амур С борта военно-транспортного Ила 76 в сентябре Настоящее море Предвидеть подъем воды на 8 метров, казалось бы, не мог никто И только во время наводнения выяснилось Трагедия 2013 года была подробнейшим образом описана еще в 99-м Именно тогда хабаровчанин Константин Стефанский разработал методику переноса человеческого сознания в будущее Он организовал группу, которая стала практиковать коллективные сеансы ясновидения На одном из занятий испытателей посетило видение Нас, может быть, даже интересовали тогда просто климатические изменения, какие будут в будущем То есть, насколько будет теплеет климат и все такое Вот, но вот характерной особенностью было то, что левый берег Амура был затоплен И, кстати, эту картину видели много раз уже То есть, это неизбежно должно было наступить Для чистоты эксперимента 10 человек сначала описывали увиденные в будущем события А потом обменивались записями Удивительно, но картины совпадали даже в деталях Например, сразу несколько испытателей точно указали даты, места и даже уровень подъема воды У Алексея выплыло, допустим, 9-30 для Комсомольского У меня выплыло 8 с гаком до Хабаровска Немножко выше 8 метров И эти прогнозы полностью оправдались Технология, которую использует группа «Новая реальность» уникальна и в то же время проста Каждый человек старается создать свой фантом Сознание, отделенное от тела Далее надо представить самого себя через четко определенное количество лет Например, 31 декабря 2025 года Затем надо слиться со своим сознанием в будущем И увидеть картину мира собственными глазами И человек находит время Во время подготовки к новогоднему празднику Когда он может отвлечься Он как бы думает, вспоминает о прошедшем годе О тех событиях, которые его больше всего беспокоили и заинтересовали И вот эти воспоминания Потом передаются сюда Поставив группе задачу Увидеть климатические изменения В 21 веке Исследователи получили картину Значительного потепления на Дальнем Востоке По нашим наблюдениям Вот то, что мы смотрели Получалось, что в будущем климат будет теплый Причем намного теплее, чем сейчас Зимы станут теплые совершенно Мало того, потом вообще снега не будет здесь Ведь дело в том, что Хабаровск находится южнее Киева На широте Харкова Если изменится воздушное течение И не будет сюда подтягиваться воздух сихвутий То здесь моментально потеплеет очень сильно То есть скачком просто Зимняя температура повысится там Ну чуть не на 10 градусов, даже больше Главную опасность для людей и строений в будущем Будет представлять вода А теперь посмотрите на весну 2018 года 21 апреля десятки тысяч посетителей ВДНХ в Москве Были вынуждены прервать отдых и покинуть территорию Впервые в истории руководство выставки Приняло решение эвакуировать людей Из-за надвигающегося шторма И судя по всему не зря За несколько часов на столицу вылилась Половина месячной нормы осадков Ветер местами достигал 30 метров в секунду Есть жертвы Посмотрите Ветер поднимает мусорные контейнеры И бросает их на двух подростков Девочек 12 и 14 лет Одну из них спасти не удалось В Мытищинском районе Московской области Ветер поднял строительную бытовку И насмерть придавил мужчину Только в Москве повалены сотни деревьев Полтора десятка зданий лишились крыш Небывалое наводнение в Волгограде А это уже Алтай Сегодня Мировой океан стал теплее Его испаряемость увеличилась почти на 2,5% Влаги в атмосфере больше А льдов на полюсах меньше Из-за уменьшения площади льдов в Арктике Меняется направление движения воздушных масс Вследствие чего к середине 21 века Ученые ожидают трехкратное увеличение Наводнений, тайфунов и ураганов Вот только несколько цифр В год человечество сжигает почти 13 миллиардов тонн топлива При этом выбрасывает в атмосферу Порядка 30 миллиардов тонн углекислого газа О том, что эти выбросы, как одеяло, укрывают планету И приводят к глобальному потеплению Сегодня не говорит только ленивый А катастрофические перемены климата Не заметить просто невозможно Мало кто знает, что именно такую картину Ясновидящие описывали еще тысячелетия назад В так называемой пальмовой библиотеке Хранятся папирусы на санскрите Расшифровка посланий великих мудрецов Риши Содержит предупреждение о великой опасности По их предсказаниям, начиная с 2017 года Главной угрозой для человечества Будет стремительно меняющийся климат на планете Прогнозы ученых здесь полностью совпадают С видениями провидцев Количество опасных монетологических явлений Увеличится снова раза в полтора А где-то, может быть, и два Увеличится, может быть, где-то число, а где-то интенсивность Тут ведь тоже как посчитать Любой ветер больше 30 метров в секунду У вас ураган И у вас, может быть, их столько же Но они уже не 31 метр, а 38 метров в секунду Это большая разница То есть тут надо тоже отличать статистику от реальной жизни Главная причина меняющегося климата – человек Для развития ему требуется все больше энергии С каждым годом люди выкачивают и сжигают все больше топлива Превращая недра земли в миллиарды тонн углекислого газа Но так не может продолжаться вечно Человечество скоро сойдет с этого гибельного пути Считают ученые В 80-х годах прошлого века известная прорицательница Ванга говорила Что в 21 веке добыча нефти как топлива потеряет всякий смысл Ванга предсказывала, что в России будет создана технология Которая даст столько энергии, что сжигать топливо и коптить небо станет просто не нужно Неужели и это пророчество сбудется? По оценкам различных экспертов, за последние 150 лет Человечество выкачало из-под земли и сожгло половину всей нефти Это невосполнимый источник энергии, который планета накапливала сотни миллионов лет Между тем еще Дмитрий Менделеев говорил, что сжигать нефть – это все равно, что топить печку бумажными деньгами Ведь из нефти создают всевозможные пластмассы, стройматериалы, удобрения, резину – все, без чего цивилизация просто не может обойтись Поэтому новые источники энергии сегодня – это вопрос о том, будет ли у человечества завтра Земная цивилизация, она вступает в такой период, когда эти источники, они будут заменены То есть вот эта вот, так сказать, холодная трансмутация ядер, она обеспечит такую возможность получения энергии Которая значительно будет превышать те возможности, которые создает топливная энергетика Сегодня ученые готовы представить доказательства, что пророчество Ванги начинает сбываться Вы видите уникальные кадры В Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ происходит испытание установки факел Тепловую энергию ученые научились получать из обыкновенной воды Под действием электричества и плазмы в ней начинает происходить ядерная реакция Так называемая трансмутация В уникальной установке ядра молекул воды присоединяют к себе дополнительные частицы Ну, превращаем, например, кислород О-17 изотоп в О-18 или в О-16 Вот, в результате это энергия, внутриядерная энергия Мы ее используем для нагрева В результате появляются новые химические вещества И выделяется большое количество энергии Вспышки в центре это разряды плазмы Все наглядно Реакция нагревает воду Из воздуховода идет пар Другой прибор замеряет количество испарившейся воды Идет выделение энергии порядка на каждый вложенный киловатт электрической энергии В среднем 3 киловатта идет выделение энергии То есть, ну, в три раза больше Распространенные по всему миру атомные электростанции Вырабатывают энергию за счет распада радиоактивного топлива Как правило, урана При этом образуется множество отходов Во время холодного ядерного синтеза Никакой радиации нет А топливо для такой теплоэлектростанции Можно наливать прямо из-под крана Сегодня это звучит как фантастика Но результаты эксперимента показывают Технология работает У нас, собственно говоря, кардинально может все поменять То есть, начнем с того, что, скажем, в кармане можно носить мощность Равную, скажем, ТЭЦ, которая стоит на МКАДе Или даже, так сказать, там, несколько ТЭЦ Самолет, скажем, который будет летать на этом ядерном топе Он может без посадки летать там годами вокруг Земли И не садиться, и, так сказать, ресурсы Пока, собственно, не износится вся эта обшивка Скажем, то же самое о пароходах, там, так сказать, о подводных лодках Неужели картины, которые ясновидящая Ванга описывала более 30 лет назад Могут стать реальностью уже в ближайшее десятилетие? Исчезнут сотни тысяч километров линий электропередач Тепло и свет можно будет получать в любом, самом отдаленном сибирском поселке Открытие российских ученых может ускорить освоение других планет Например, не так давно на Луне были обнаружены большие запасы воды Они находятся в полярных шапках Если доставить туда установку холодного ядерного синтеза То прямо на месте ученые получают все необходимое для строительства лунной базы Из воды можно получать все То есть те же стройматериалы, те же, так сказать, металлы Все, все что угодно можно получать, и, так сказать, и плюс еще энергию получать Но не только ученым и великим пророкам открывается будущее Мы часто говорим, если бы знать, подложил бы соломки На самом деле, каждый может заглянуть вперед на несколько часов или даже лет Но человек не знает, что наделен невероятным даром И поэтому редко верит своей интуиции и вещам снам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова